Касым Жумар-Токаев сегодня призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности, несмотря на послабление. Об этом президент написал на своей страничке в Твиттере. Глава государства, в частности, обратил внимание на то, что, невзирая на положительную динамику в борьбе с коронавирусом, угроза распространения инфекций все еще существует. Но, увы, как показывает нынешняя ситуация, это понимают далеко не все. Насколько санитарные правила в условиях карантина после снятия режима ЧП соблюдают жители Алматы, расскажет Татьяна Ким. Судя по количеству гуляющих на улицах города, люди устали от самоизоляции и начали массово выходить из домов. В скверах и парках полно отдыхающих. Теплыми майскими деньгами наслаждаются и взрослые, и дети. О том, что в городе карантин, помнят многие, но не все готовы придерживаться тех правил, которые были введены во время ЧП. Я особо не верю в коронавирус. Мне кажется, это неправда. Ну и поэтому без маски хожу. Выходим, просто хотя бы прогуляться. Торговые центры же закрыты, но можно просто гулять. Это и то радость большая. Я считаю, я вышла подышать, так сказать, легкими. Поэтому рядом, если нет скучности людей, много народу, поэтому я считаю, что без маски можно ходить. Как сообщили в департаменте полиции, улицы патрулируются в прежнем режиме. Хоть сейчас и убрали штрафные санкции, полицейские разъясняют горожанам о санитарно-эпидемиологических правилах. Всего в период режима ЧП к ответственности было привлечено более двух тысяч человек. Из них 600 нарушителей попали под арест. Более тысячи были оштрафованы. Из свыше 500 отделались, как говорится, легким испугом, получив предупреждение. В городе сохраняется масочный режим. В любом помещении обязательно нужно одевать медицинские маски. Мы призываем всех быть бдительными и наша работа не штрафовать, а информировать граждан. Местной полицейской службе разъяснили, что в период карантина разрешено свободное передвижение по городу, как на личном автомобиле при выходе на работу, так и пешком, но с обязательным ношением маски. Алматинцам и гостям города можно отдыхать в парках, скверах и набережных небольшими группами. Но не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. Разрешен также въезд и выезд из мегаполиса для посещения дачи или при выходе на работу. А что касается общественного транспорта, то пока он будет работать в прежнем режиме, то есть до 19 часов. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении режима работы. По периметру города действует 25 блокпостов, еще не снято, а внутри города все посты сняты. Поэтому сейчас задействовано всего нашего департамента 3036 сотрудников. Из них 679 задействовано по блокпостам, а пешком патрулью по городу задействовано 2077 сотрудников. Режим чрезвычайного положения в стране действовал почти два месяца, с 16 марта до 11 мая. Сейчас ЧП сняли, но карантин остался. И насколько долго он продлится, зависит от сознательности каждого из нас. Поэтому необходимо придерживаться всех мер предосторожности. А это правила личной гигиены, средства индивидуальной защиты и соблюдение дистанции.